Слово what может употребляться с каким-нибудь существительным. Например, what color do you like? Какой цвет ты любишь? Либо само по себе. What do you want? Что ты хочешь? Рассмотрим пример what плюс существительное. What color is your car? Какого цвета ваша машина? What kind of job do you want? Какую работу или какой тип работы вы хотите? А также это слово what может употребляться само по себе. What do you want to do this evening? Что ты хочешь делать этим вечером? What can I do? Что я могу сделать? То же самое со словом which. Может употребляться вместе с существительным. Which color do you like? Какой цвет или который цвет тебе нравится? Или само по себе. Which do you want? Которое ты хочешь? Рассмотрим примеры там, где which вместе с существительным. Which color do you prefer? Pink or yellow? Который цвет ты предпочитаешь? Розовый или желтый? Which way shall we go? Каким путем нам пойти? Теперь примеры which, само по себе, где оно употребляется. Which is bigger, Canada, Australia? Которая подразумевается страна больше Канады или Австралии? Which is yours, this car or that car? Которая твоя? Эта машина или та машина? Внимание, по отношению к людям надо применять слово не which, а who, кто. Типичная ошибка наших студентов. Например, они говорят фразу, у меня есть друг, который живет в Канаде. И звучит это так. I have a friend. И ведь по-русски мы говорим который. И поэтому берут и ошибаются и говорят. I have a friend which lives in Canada. Что абсолютно неправильно. Надо сказать, I have a friend who lives in Canada. Давайте подумаем, как правильно сказать вот такую фразу. Кто выше, Билл или Джерри? Who is taller, Билл или Джерри? Теперь самое важное разобраться, в каких ситуациях мы будем применять which. Запомните, что слово which, который мы будем употреблять в вопросах, если у нас есть выбор из небольшого количества вещей. То есть, есть необходимость выбора между двумя или несколькими исключающими друг друга возможностями. Рассмотрим такой пример. Погода дождливая, ко мне пришли студенты заниматься и открытые зонтики стоят в коридоре, сушатся. И мне вот надо зонт убрать. И вот я поворачиваюсь, например, к кому-то конкретно и спрашиваю. Который зонт ваш? Which umbrella is yours? Вот здесь, как нельзя, лучше подойдет именно which, потому что один зонтик будет принадлежать кому-то конкретно. Слово what мы употребляем в вопросах вообще, когда речь идет в принципе. What sort of music do you like? Какой тип музыки тебе нравится? What color are your eyes? Какого цвета твои глаза? То же самое со словом how. Оно может употребляться само по себе в вопросе. How do you play? Как вы играете? Либо с каким-нибудь прилагательным или наречием. How much is it? Сколько это стоит? Как была вечеринка прошлый вечером? How old are you? Сразу запоминайте этот вопрос. Это аналог, сколько тебе лет. How old are you? How big is the house? Насколько большой дом? How often do you go on holiday? Как часто ты ходишь в отпуск? И еще одна маленькая дополнительная информация о том, чего нет в учебнике. Дело все в том, что сложность этой темы заключается в том, что иногда вопрос с этими словами what или which как бы не принципиален. То есть иногда существуют такие варианты, такой контекст, когда в принципе без разницы можно сказать и what и which. Ну вот давайте представим ситуацию. Предположим, вы едете на поезд куда-то в другой город. С одной стороны, не так уж много и поездов, предположим, из Киева в Москву или из Харькова в Киев. Поэтому в этом смысле можно спросить, which train did you catch? Кстати, вот это слово catch по отношению к поезду, автобусу, значит сесть на поезд. То есть на который поезд ты сел. Но с другой стороны, можно в этом случае сказать, what train did you catch? То есть в данном случае, в данном контексте принципиальной разницы не будет. Если вы хотите подчеркнуть, и вы знаете, что поездов всего лишь там два или три, и вы хотите именно подчеркнуть, так на который ты сел, там на стрелу, например, там на утренний или там на вечерний, тогда, конечно, лучше сказать which. А если вы вообще спрашиваете, в принципе, на какой поезд ты сел, то тогда можно спросить what. Предположим, если у вас будет американский друг в гостях, и вы откроете свой холодильник и предложите пиво, а у вас там будет несколько сортов пива, то поверьте мне, от того, что вы спросите what bear или which bear do you want, ничего не изменится. Я думаю, для него самое главное, чтобы пивко было холодненькое. Ну вот и все. На сегодня достаточно с этой темой. Вам, как обычно, осталось потренировать свое произношение с дикторами из Кембриджа и сдайте тест. Продолжение следует... Which is bigger, Canada or Australia? Who is taller, Bill or Jerry? We can go this way or that way. Which way shall we go? There are four umbrellas here. Which is yours? What sort of music do you like? What colour are his eyes? Which colour do you prefer, pink or yellow? How was the party last night? It was great. How's the party last night? That's the party last night? Hear.